Дорогие рукодельницы, пальто почти готово. Хочу вам показать рукав к нему. Рукав выполнен тоже необычно, двойное вязание. И обратите внимание, вот таким образом у нас будет китлеваться со швом сзади, швы внешние. Все швы будут внешние, своего рода это и отделка, и укрепление. И в то же время пальто может наноситься на обе стороны. Оно будет с лица и с изнанки смотреться одинаково, ровно, аккуратно. Никаких швов, никаких неприятных моментов, которые обычно стыдливо прячут от посторонних глаз. У нас выворотное изделие можно носить на лицо, можно носить наизнанку. Поэтому видите, что у нас подклад по цвету совпадает с отделкой рукава и манжетом. Рукава. Рукав двойной, манжет двойной. Соединяется все через вот такие вот проставки. Это, видите, внешний шов. На манжетике шов как бы считается внутренним, потому что он выворачивается и тоже становится внешним. Если мы вывернем рукав, то увидим внутри, у нас внутренняя часть рукава серая, цвета соединительных вставочек, то увидим вот такую тоже абсолютно чистую конструкцию. Нигде никаких швов, нигде никаких торчащих ниток, очень некрасивых мест соединений. Все очень ровно, все спрятано внутрь. Можно носить на одну сторону, можно носить на другую сторону. Точно так же, если мы вывернем на эту сторону манжетик, то никаких швов. Все смотрится вот так вот логично. И как мы это делали бы для сшивания пальто, соединяя пальто обычными внутренними швами. Так что рукав готов. И мне осталось только присоединить рукава к кокетке, а потом кокетку с рукавами уже к нижней части, к нижней юбке. Всего несколько соединений, и пальто будет готово. Продолжение следует...